Вряд ли Анатолий Тиль ожидал, что сегодня он потеряет статус руководителя. Утром перед заседанием суда чиновник выглядел спокойно, даже уверенно. Комментарий журналистам не давал. Следственные органы настаивали на том, что от должности Анатолия Тиля нужно отстранить. Главный аргумент – он может повлиять на свидетелей. По данному уголовному делу большинство свидетелей – это непосредственно и подчиненные Тиля. Он является их руководителем. То есть департамент архитектуры выстроен так, что там принцип единоначаля. Именно в этой связи возникла необходимость принять решение об отстроении его должности. Главный архитектор Омск обвиняется в том, что без торгов передал в аренду участок земли в 75 тысяч квадратных метров под строительство завода сельхозмашин. Причем по заниженной цене, чем нанес бюджету города, ущерб 4 миллиона 800 тысяч рублей. Адвокат же Анатолия Тиля настраивал, в этом районе по улице 2-й Солнечный участок не востребован. И компания, которая захотела взять его в аренду тогда, в 2013-м, была единственной. В этом случае законодательство допускало передачу территории без торгов. Однако чуть позже появился второй претендент на землю. Но ему департаментом архитектуры было отказано. Анатолий Тиль к этому не причастен, заявил адвокат. Глава ведомства был в отпуске и в тот момент ничего не подписывал. Сам же обвиняемый заявил, что предоставление земли вообще не его полномочия. Он лишь подбирает нужный участок. Департамент архитектуры занимается этим этапом, этапом выбора земельных участков. А вот предоставление – это функция администрации города. Департамент архитектуры не распоряжается никаким имуществом, в том числе земли. Впрочем, разобраться в нюансах полномочий следователям еще предстоит. Обвинение подъявлено лишь по одному из эпизодов преступной деятельности. Расследование двух других эпизодов в настоящий момент продолжается. Кстати, этим и так же обусловлено то, что обращаемся в суд, так сказать, самоостранение от должности, в связи с тем, что по данным эпизодам также могут люди давать потом противоречивые показания в связи с оказанием иммунных влияния. В итоге суд принял во внимание аргументы следственных органов. Из зала суда Анатолий Тиль вышел уже в другом статусе. От должности директора департамента архитектуры его отстранили. Мария Седнева и Алексей Барин, 12 канал.